Облупившиеся стены и потолок, сколотая плитка и вездесущий грибок – это то, что бросается в глаза сразу. Если заглянуть в подсобное помещение, взору откроются прогнившие трубы. Так выглядит сегодня заречная баня. По словам директора муниципального предприятия бани Сарова Ирины Назаровой, еще год назад санэпидемстанция вынесла предписание об устранении выявленных нарушений. Но средств на ремонт не хватает, поэтому плесень побеждает, а здание все больше ветшает. Для того, чтобы сохранять удовлетворительное состояние бань, нужно делать ремонт на 2,5 миллиона. То есть это ежегодно проходило, это вот чисто покраска потолков, вот это вот прям самое милое. В прошлом году из-за отсутствия субсидий было потрачено на 900 тысяч ремонтов. Мне хочется, чтобы бани были, чтобы в них было приятно находиться. Даже общее отделение, они не на должном уровне. По моему мнению, я думаю, что со мной многие согласятся. Все три бани. Финансирование из бюджета недостаточное, а собственная прибыль постоянно падает, так как с каждым годом сокращается число посетителей. В связи с этим впервые в этом году руководством было принято решение закрыть заречные бани на летний период. В перспективе планируется продать здание Назернова и вырученные средства пустить на ремонт двух оставшихся муниципальных бань. Вот только горожане с таким раскладом не согласны. В этом их поддержали и депутаты. Почему сразу возник вопрос о продаже тогда? Почему не было предложено или осмотрено других вариантов? Раз у муниципалитета нет денег, значит можно было тогда обратиться в Думу еще куда-то. За счет других специалистов, значит, у нас не было такое. Подождите, вы выходили с таким предложением? Мы просчитали. Нет, вы просчитали. Вы выходили. Дума принимает решение по бюджету. Поэтому если бы в Думе вышли с таким предложением, что либо мы закрываем баню, либо нам нужны какие-то определенные средства, этому депутату бы сделали правильное решение и сделали бы сюда шаг. Но вы не выходили, никаких предложений не было. Инициатор этого вопроса, чиновников, в отличие от депутатов, к сожалению, не подотчетно населению. Вот представляете, 700 подписей, нас таким количеством голосового депутата избирают. Как мы можем быть за продажу, когда народ против? Вот в этом отношении просто хочу сказать. Если этот вопрос пройдет мимо депутатского корпуса, это будет неправильно. А заранее хочу сказать, я свое мнение вот здесь расскажу, я категорически против. 700 подписей против закрытия бани говорят сами за себя. Она нужна в этом районе города. Вот только в том состоянии, в каком она находится сегодня, полноценно функционировать не может. Что в итоге ждет заречная баня, ремонт или продажа, вопрос пока открытый. Ответ на него депутаты будут искать на ближайшем заседании Думского комитета. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.